Я издатель журнала «Неизвестный Норильск», ну и так уж вышло, что еще и крылья нет. Соответственно, а поскольку я еще и работник заповедника Таймыра, то экологическая тема мне близка. А поскольку вы те люди, которые будут реанимировать, я это не выдавлю никогда. Осуществлять реновацию. Снимировать наш город, то мне особо интересно показать вам его, скажем так, не скажу, что с выгодной стороны. Нет, невозможно показать вот тот газ, куда мы сейчас поедем, с выгодной стороны. Но понять, почему все так, почему на риск вот такой, а не какой другой, это мы с вами точно сможем. И, конечно же, когда мы попадаем в такие условия загазованности, то все люди... Мне так интересно собирать вопросы от приезжих туристов, знаете, которые говорят, «Вы что город-то так построили? С какой страны не дуль на вас сразу газ?» Или «А почему у вас плавательный бассейн на горе, а город в низине стоит? Это вообще что? Это же не нормально». И вот когда мы с вами сегодня пройдемся по нашему маршруту, то, уверяю вас, у вас появятся ответы на эти вопросы, появятся новые, другие вопросы, уже более зрелые. И в конце вы мне их зададите. Кстати, меня можно перебивать. Мы сюда приедем сегодня, я все про это расскажу. Это же квартал вечного лета, не свершившийся. Меня можно перебивать, задавать вопросы, я буду на них отвечать. Хотел, специально взял наушники, чтобы вы одели, и мы могли общаться. Но потом я решил, что раз у нас такой автобуса, у нас немного, то мы часть еще нашей экскурсии пройдем пешком. Пройдем по исторической части города, потому что автобус, видите, у нас очень хороший, но неповоротливый. Не везде он может заехать. Мы только выезжаем 10 минут. Поэтому будем где-то ходить пешком, где-то ехать и так далее. А сейчас давайте начнем. А начнем мы с вами с чего? Как обычно сначала. А в начале всего был кто? Правильно, вернее, что вулкан. Вулкан. Гигантский и доисторический. 252 миллиона лет назад. Вот здесь вот на Таймыре. Извергся гигантский доисторический вулкан, образовав два горных массива. Один из них называется Плотопутарана, а другой Лантакуйский камень. Вы знаете, я всегда говорю людям, вы вот, мы все, я такой же был. Представляем вулкан, как некая гора, а наверху у нас кратер, и оттуда все и зарыгается. Значит, да? Ничего подобного. Доисторические вулканы, они были такие плоские, из трещин в земле. Извергалась лава и слоями вот так вот напластывалась. Поэтому горы у нас все траповые, с невероятным содержанием полезных ископаемых. Интересно, что наш вулкан, это я совсем недавно узнал, был не просто эпицентром вот этих вот новообразований горных. Он еще и был центром так называемого Пермского вымирания. Именно тогда количество вулканов огромное изверглось по всей территории от Урала до Дальнего Востока. И случилось вот это Пермское вымирание, когда 76% наземной пауны погибло, и 92% морской. Земля обнулилась и начала жить заново. Ну, во всяком случае, так говорят ученые. А теперь давайте налево и чуть-чуть назад посмотрим. Вот он, Ланта-Койский камень. Они же Норильские горы. Оно же уникальное Норильское месторождение. Вот с этой точки лучше всего их видно, хотя и загазованность там приличная. И давайте поймем, почему наше месторождение уникальное. Слово-то само что означает? Что такого нету больше в мире. И когда я спрашиваю у всех подряд, у Норильчан, у ученых, это в чем уникальность? Никогда полного ответа никто не дает. Говорят, ну, наверное, оно самое большое. Ну, не маленькое, но не самое большое. Богатое? Да нет. Средненькое месторождение, вкрапленное рудо. А что может быть? Платиноиды? Их же тут много, почти 94% запаса платиноидов. Да, это важно, но не это делает. Месторождение уникальное. Ассортимент прекрасное слово, но не до конца понятно, чего ассортимент. Думаете, ровный ассортимент? Вот, смотрите. Вот эта гора, которая плохо видна из-за загазрованности, называется Шмидтиха. Гора Шмидта. Это уголь. Гора вся угольная. Шесть видов каменного угля. Два из которых коксующиеся и способны они давать температуру выше полутора тысяч градусов. Именно такая температура нужна нам для чего? Для выплатки металла. Следующая гора за ней, сейчас ее почти не видно, называется Рудная. Это и есть месторождение Норильск-1. Именно там находятся вот эти самые вкрапленные руды. На достаточно большой площади, чтобы еще разрабатывать это месторождение лет 300. А следующая гора за ней, самая левая, называется Гудчиха. И там расположены все основные стройматериалы. Нам что нужно? Путовый камень для строительства, известь, глина, песок. Это все там есть, все основные стройматериалы. Между этими двумя горами текут ручьи. Ручей угольный и медвежий. А вокруг полно озер. Так вот, сочетание вот этих вот факторов нету нигде в мире. Когда в одной точке Земли, прямо рядом, друг с другом, находятся все необходимые факторы для строительства комбината любой мощности. Проблема одна. Люди? Ничего не людей, людей достаточно. Проблема одна. Дороги, дороги. Мы отрезаны от мира. Мы находимся в Заполярье с самым суровым климатом на планете Земля. Доказываю, что он самый суровый. Самое последнее географическое открытие на планете Земля было сделано на Таймыре. 1932 год. Северная Земля. Фотоаппараты щелкают, самолеты летают. А планета еще не открыта. Это белое пятно. И только экспедиция Ушакова и Урванцева делает открытие Северной Земли с 1932 по 1934 год, нанося ее на карту Родины. И все из-за климата. Именно здесь, в Норильске, именно здесь, на Таймыре, появилось такое понятие, как жесткость. Жесткость воздуха – это когда значение отрицательной температуры плюс двойное значение ветра. Например, температура минус 40, а ветер 20 метров в секунду. Жесткость 80. В Норильске официальная жесткость несколько раз заваливала за 100. Зимой здесь сильно не шутеем. И, конечно же, в этом месте долгое время никто не собирался налаживать такое вот производство. Хотя людей здесь было много и населенных пунктов было гораздо больше, чем сейчас. Если мы с вами откроем аквас азиатской части России 1919 года, мы увидим, что на Таймыре, по берегам рек, невероятное количество, просто сотни населенных пунктов. Что это за населенные пункты? Это так называемые станки или зимовья. Станок – это слово «останавливаться». На материке это называется ямами, а почтовые служащие – ямщиками. А у нас станки, которые осуществляли так называемые «царевую почтовую гоньбу». Слово-то какое – гоньба. Это означало, что любая посылочка, которую мы отправляем с материка, дойдет до самой крайней точки медленно, но и верно. На расстоянии дневного перехода вдоль рек располагались эти самые станочки – 10-15 километров. Одна-две избы, чтобы сменить оленей, накормить собак, переночевать и ехать дальше в любую погоду. Почему по рекам? Кто догадается? А потому что реки – это единственные на Таймыре дороги. Ретом – это лодки, зимой – это сани. Это единственное ровное место. Все остальное – непроходное. И вот по этим самым рекам движение и осуществлялось. И невероятное количество населения на этих самых реках у нас жило. Мы сейчас съедем с вами к такому интересному месту, которое называется в Норильске «Нулевой пикет». «Нулевой пикет». Каждый уважающий себя город имеет нулевую точку. В Лондоне приходим в центр, видим небоскреб. Кто был? Поднимаем очи долу. Zero Point – нулевая точка. Именно отсюда началось строительство Лондона. В Париже подходим к Нотр-Дам-де-Пари, опускаем очи. Видим Блямбу в земле. Тоже нулевая точка. Отсюда начинался Париж. У нас тоже была такая точка. Была. Это был триггопункт, астрознак, поставленный нашим первооткрывателем Николай Николаевичем Урланцевым. Здесь, на таймыльском земле, это была первая точка, с помощью которой Николай Николаевич привязал координатную сетку страны, создав новую, единственную на тот момент координатную сетку таймыра. В таймыре не было координатной сетки, не было координат. И в том же самом атласе 1919 года мы с вами видим, что все, что на таймыре находилось, нарисовано от руки, как попало. И да и названия совершенно другие географические. Например, озеро Лама называлось Матушкино, а озеро глубокое Давыдовское. Именно Урланцев прошел пешком, один из экспедиций, весь таймыр, поставил невероятное количество астрознаков, создав координатную сетку и привязав ее к общей координатной сетке нашей страны. Поэтому мы Урланцева почитаем как первооткрывателя месторождения, а во всем мире он почитается в первую очередь как географ, имеет две золотых медали Русского географического общества. Потому что что такое пешком годами ходить по таймыру и наносить это все дело на координатную сетку, знает только тот, кто прошел хотя бы километр по этой земле, особенно зимой. Норильск. Первое упоминание о Норильске относится к 1742 году. Зимовье Норильское было одним из тех станков, которые располагались на реке Норилка, 8 километров отсюда. Оно было таким же точно станком, который осуществлял эту почтовую гоньбу. И никто бы про него и не знал, если бы Харитон Лапнев во время своей Великой Северной экспедиции не потерпел крушение у восточных берегов таймыра на своем дубль-шлюбе Якутска. Дубль-шлюб был затерт во время ледостава в ноябре месяце на восточном побережье, и надо было спасаться. А спасаться это означает пешком пересечь весь таймыр. Пешком. С ноября по март. Эти люди из современного снаряжения шли через весь таймыр, забрав с собой, как написано в записках, все самое ценное. А теперь ответьте мне, что самое ценное в то время было у экспедиции. Кремль и спички. Неплохо. Тоже неплохо. О еде, о тепле думаем. Самое ценное. Запокартов вообще не существовало, не для того и пришли тогда, в 1742 году. Уже неплохо, потому что металлический, любой металлический предмет на территории имел невероятную ценность. Поэтому забрали все, что железное, включая, держите за стул, якорь. И вот со всем этим, вот им было совсем не смешно, друзья. Через весь таймыр. Сегодня это шестая категория сложности. На этом пути погибают люди. У них тоже погибали люди. Но в итоге они дошли, и наконец-то в записках Харитона Лаптева появляется... Появляется запись. Ночевали в зимовье на Ривском 23 марта 1742 года. Мы предлагаем считать это днем рождения нашего города. Нам пока в этом отказывают. Слишком уж все невероятно. Тем не менее, документы есть. Пороться за это мы будем. А сейчас мы с вами подъезжаем к нулевому пикету, который находился вот в этом самом месте. Только здесь была не яма, где работают экскаваторы, а прибор. Приборок. И именно там Николай Нескалаевич поставил свой первый астрознак. А приезжаем мы здесь для того, чтобы выйти на воздух. Мы сегодня часто будем выходить. Несмотря на газ и пыль. Меня извините, но надо реально риски нюхнуть. Потом нам будет хорошо во второй части. Историческая часть города, свежий воздух. Все будет красиво. Ну сейчас пойдемте. Историческая часть города, свежий воздух. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...